Что казалось совершенно невероятным, ведь его жена Сара была не только бесплодна, но вдобавок уже 90 лет от роду. Поэтому первенец Авраама, Измаил, родился от цариной служанки, египтянки по имени Агарь. Измаил стал праотцом 12 арабских племен, которые сегодня населяют страны Азии и Африки. Вот что говорит Бог об Измаиле в книге Бытия. Я весьма-весьма размножу его. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара все самое время, на другой год. На следующий год, будучи 91 года от роду, Сара родила Исаака. Он должен был стать отцом Иакова, 12 сыновей которого стали патриархами 12 колен Израилевых. Глядя на современную карту Израиля, можно наугад выбрать практически любой город или историческое место, и оно окажется неотъемлемой частью какого-нибудь пророчества. В особенности это относится к старой части Иерусалима. Во все времена он был оплотом веры мирового значения и колыбелью трех основных вероисповеданий. Это Сионские врата. Вход в район Иерусалима, построенный царем Давидом, бывшим когда-то простым пастухом. Сион пользовался у Давида особой любовью, которая нашла свое отражение в поэтических и пророческих словах его прославленных псалмов. Сейчас тело Давида покоится в этой могиле, на его излюбленном месте. Изначально гора Сион была городом Давидовым. В прошлом, самая важная часть Иерусалима, впоследствии она превратилась в успаханное поле. Так исполнилось пророчество Михея. Сион распахан будет, как поле. После смерти Давида, его сын, царь Соломон, возвел первый иудейский храм, вон там, на горе Мария, на том самом месте, где Авраам, послушавшись Божьего повеления, намеревался принести в жертву своего сына Исаака. С тех пор гора Мария стала называться Сионом. Среди святых мест Израиля она стала наиболее важной, как для иудейских пророков, так и для их современников. Первый храм, построенный царем Соломоном, был разрушен в 586 году до н.э. вавилонской армии царя Новохадоносора. Восстановленный в 516 году до н.э., второй храм просуществовал 656 лет. И в 70-м году н.э. был разрушен риблианами. Так исполнилось пророчество, произнесенное Иисусом. Незадолго до смерти он сказал своим ученикам, «Видите сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Иисус предрек, что храм будет разобран, камень за камнем. Спустя 40 лет данное пророчество было исполнено римской армией императора Веспасиана под командованием генерала Тита. Иерусалим был разграблен и сожжен, а 100 тысяч евреев распяты на крестах по всему городу. Римляне сожгли само здание храма, построенное в основном из дерева, инкрустированным золотом и серебром. Расплавленное золото и серебро протекло в щели между плитами фундамента. Тогда римляне разобрали фундамент, чтобы достать драгоценный металл. От храма не осталось и камня на камне, что было точным исполнением пророчества Иисуса Христа. Все, что осталось от храма, это огромная каменная стена, подпиравшая земляную насыпь, созданную для выравнивания вершины горы Мария, на которой был возведен храм. Теперь ее называют западной стеной, и иудеи приходят к ней молиться. После разграбления Иерусалима римлянами в 70-м году н.э., евреи рассеялись по всему миру, став диаспорой. Что предсказал еще Моисей в книге Левит. На протяжении без малого 19-ти столетий они уповали на множество пророчеств и священных писаний Ветхого Завета, гласивших, что однажды евреи вернутся на Родину. Вот, пожалуй, одно из самых взрывоопасных мест религиозного поклонения в мире. Гора Мария – святое место, на котором на протяжении всей истории еврейского народа иудеи приносили в жертву животных. Согласно устоям ислама, именно с этого места в начале 7-го века н.э. пророк Магомед вознесся на небеса. А согласно библейскому пророчеству, именно на этом месте будет возведен Третий Иудейский храм. Это мечеть Амара, построенная в 688 году н.э. Она также называется Куполом Скалы, потому что внутри находится камень, на котором Аврам собирался принести в жертву своего сына Исаака. В течение 600 лет правления Римской и Византийской империй большинство жителей Палестины исповедовало христианство. В 641 году силами арабских завоевателей господствующей религии Палестины стал ислам. Позднее, в 1099 году, Иерусалим захватили крестоносцы, основав феодальное королевство, просуществовавшее до 1291 года, когда европейцев вытеснили египтяне. В 1516 году Палестина вошла в состав Османской империи, владычество которой продлилось следующие 600 лет. В 1918 году, под конец Первой мировой войны, в Иерусалим вошли английские войска. Согласно мусульманскому пророчеству, Иерусалим должен был быть захвачен пророком Бога, сдавшись без единого выстрела. Когда английские войска во главе с генералом Алленби окружили город, местные жители, заслышав его имя, сдались без сопротивления, ведь Аллаханбей по-арабски обозначает пророк Божий. На этом самом месте, у башенных ворот крепости Давида, генерал Алленби провозгласил победу английских войск и их союзников. Англичане правили Палестины с 1918 по 1948 года. Они наложили на нее свой отпечаток, построив множество христианских церквей и возродив исторические памятники. Сами того не ведая, они исполнили еще одно пророчество. Это город Хайфа, жемчужина Средиземноморья и врата в Израиль. Над ним возвышается гора Кармил, на которой Илья убил 450 лжепророков Вала. В книге Бытия еврейский патриарх Яков предрекает, что Заволон станет пристанью корабельной. На протяжении тысячелетий корабли не могли заходить в этот мелководный залив. В 30-х годах 20-го столетия англичане углубили гавань, и Хайфа стала крупнейшим портом Израиля. 14 мая 1948 года – день возрождения государства Израиль. Это событие является исполнением многочисленных ветхосоветных пророчеств. В одном из них говорится «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли». Образование государства Израиль имеет большое значение как для иудеев, так и для христиан. Я считаю, что одним из существенных факторов, свидетельствующих о том, что мы либо стоим на пороге времени и конца, либо вступаем в последние дни человеческой истории, является образование государства Израиль. В феномене, многократно предсказанном в Писаниях, Ветхий Завет просто кишит предсказаниями о восстановлении Израиля. В то время как христиане исследуют пророческие писания в поисках знамений возвращения Христа, евреи ищут знамения прихода Мессии. Согласно устоявшемуся учению ортодоксальных иудеев, мир будет существовать шесть тысяч лет, по истечении которых придет Мессия и возвестит наступление тысячелетнего периода спокойствия. Поскольку в книге Бытия сказано, что Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой день Он отдыхал, они полагают, что история человечества будет следовать тому же правилу. Пусть мир существует шесть тысячелетних иудеев, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok